Recording in progress. Хом из А ва в степени 1, хом из А в квадрате ва в степени 2 и так далее. А если мы его сдвинем на единицу, это как комплекс. Или как, скажем так, ну ладно, давайте потом будут детали. А если это сдвинуть на единицу, и так далее, это значит степень 0, то это деже алгебры Ли. И это мы показали, то есть мы даже формулы там какие-то писали и даже определили эту алгебру из довольно каких-то абстрактных соображений, как там дифференцирование, кодифференцирование и так далее. Но чтобы нам двигаться дальше, нам нужно как бы уметь эти когмологии этого комплекса и скобку тоже на когмологиях, значит, посчитать. Ну, нас будет интересовать пример, ну вот для формальности, если нас будет интересовать пример симметрической алгебры пространства В, или же там, например, гладких функций на многообразии, или там еще чего-то. Ну вот с этим мы, может быть, попозже займемся, а вот сначала что-то такое. Можно еще свободную алгебру от В взять. Вот. И, значит, интересно это все посчитать. Ну, да. И, ну, ответ, значит, такой, что вот эти вот когмологии Хокшельда, они вот так вот обозначаются, значит, симметрической алгебры В с коэффициентами симметрических алгебрых В. Это вот то, что я вот здесь определил, это на самом деле Хокшельд из АВА. Да. Смысл в том, что если, что, почему второй аргумент А, потому что если М это АВИ модуль, вот, то можно написать тоже такой же вот самый комплекс Хокшельда из АВМ, да, с коэффициентами ВМ. То есть вот все дифференции, но это уже не будет даже алгебрели, конечно, то есть это будет только комплекс. Вот. И смысл в том, что, ну, вот дифференциалы, которые регулярны, вот компоненты дифференциала, которые регулярны, вот Д, Пси, да, вот там А, 0, А, Н, вот, значит, те, которые устроены таким образом, что это Пси, там, от АИТ, АИ плюс первое, ну, они просто, естественно, определяются вообще без всяких изменений, но есть, значит, два, два, как бы, крайних члена, да, которые выглядят так, что мы должны взять А, 0, Пси от А, 1, А, Н и взять плюс-минус, последний член будет Пси от А, 0, А, Н, минус 1, А, Н, да. Ну, и вот тут, если у нас вот эта вот штука принимает значение в некотором бимодуле М, вот, у этого бимодуля есть, значит, левое и правое умножение, вот здесь мы используем левое, а здесь правое, так что это все имеет смысл, и чтобы показать, что М это, собственно, сама алгебра, то есть вот этот вот случай, это когда бимодуль, это сама алгебра, стафтологическая структура гимодуля, вот, да, ответ такой, что это поливекторные поля на V со звездочкой, значит, что это значит, это значит, что и ты гомология, а равны, значит, нет, если функции на V, то, значит, поливекторные, а, ну да, на V со звездочкой, правильно, значит, это будет равно лямбда и тому на V со звездочкой умножить на симметрическую алгебру V, как векторное пространство. Значит, почему я говорю, что это поливекторные поля, потому что при i равно нулю это функции, да, это просто вот симметрическая алгебра от V, вот, при i равно единице это хом из V в симметрическую алгебру от V, и как вы понимаете, этот хом можно единственным образом расширить до дифференцирования из симметрической алгебры от V в симметрическую алгебру от V, а это в точности, значит, ну, расширить таким образом, что, соответственно, D вот это вот от единицы равно нулю, конечно. Ну, это, наверное, автоматически следует, если дифференцирование, да. Вот, ну и, то есть вы на единице его продолжаете как ноль, а дальше по тождеству лямбница, значит, расширяете, и это будет просто векторное поле. Ну, и на самом деле, вот дальше, вот эти вот как бы старшие вещи можно расширить тоже, как такие поливекторные поля, и мы этим потом займемся. Ну, сначала вот можно, например, да, кстати, замечательно, вот важно тут понимать, что вот я вам сказал ответ, но было показано, что это алгебра Ли, и интересно спросить себя, что ж тогда, какая структура алгебры Ли вот на этой штуке, когда она сдвинута на единицу, то есть когда симметрическая алгебра В в степени минус 1, В со звездочкой на симметрическую алгебру от В в степени 0 и так далее, да. Ну, понятно, что вот здесь скобка равна нулю, вот здесь скобка равна нулю, потому что в минус 2 у нас сидит 0, а скобка должна складывать в кардавировке. Значит, здесь это просто скобка векторных полей, скобка дифференцирований, d1, d2 минус d2, d1, это всегда основа дифференцирования. Вот, скобка вот здесь, это, соответственно, вы берете дифференцирование и применяете его к функции, да. Это вот здесь лежит у нас наша функция, здесь лежит дифференцирование, и мы просто берем скобку, определяем таким образом, что это вот новая функция. Вот, и тогда можно показать, что из тождества лейбницы следует, что тогда вот на этом кусочке мы действительно получаем даже алгебру Ли таким образом, с нулевым дифференциалом, а значит дальше мы можем эту алгебру Ли продолжить на все поливекторные поля, вот, но мы должны, значит, требование какое-то должно быть. Но на поливекторных полях, видите, у нас есть внешнее произведение. Мы можем взять лямбда ИТ на В со звездочкой на симметрическую алгебру от В, помножить там на лямбда ЖТ от В со звездочкой на симметрическую алгебру В, и получить отсюда, значит, лямбда И плюс ЖТ, В со звездочкой умножить на симметрическую алгебру от В. Вот, это то, что называется кап-произведение. Вот, его можно определить и на уровне самого комплекса. Вот, мы этим потом займемся. Вот, ну в общем, короче говоря, ну давайте только вот в этом случае мы это вот кап-произведение будем традиционно обозначать вот ведж как бы произведением. А то, с чего оно произошло здесь, называется действительно кап-произведение. Вот, и замечательно, да, и значит, да, и мы, ну чтобы вот это дело распространить на алгебру Ли на всем, ну нужно потребовать, что вот гамма 1 умножить, вот эта вот скобка, которую мы хотим дальше распространить, на гамма 3, значит, оно должно быть равно гамма 1, гамма 2 на гамма 3, вот, и тут плюс-минус, значит, где этот знак нужно каким-то образом выписать, давайте сейчас не буду выписывать, потом выпишу как-нибудь, на гамма 1, гамма 3. Ну вот, и просто утверждение заключается в том, что на самом деле для любого многообразия, не обязательно для алгебраических этих самых дел на векторном пространстве, просто для любого, ну вообще для любой гладкого многообразия или афинного там не особого, вот, вы можете вот это дело продолжить единственным образом, то есть это продолжение будет всегда корректно, то есть в том смысле, что если вы, в чем тут, что нужно проверять, что если вот у вас есть, например, некоторое бивекторное поле, то есть, значит, вот в наших обозначениях элемент из лямбда квадрат v со звездочкой на симметрическую алгебру v, то его можно вообще говоря представить как произведение двух векторных полей более чем одним образом, то есть многими способами, и тем не менее, допустим, мы хотим определить вот по этой формуле скобку векторного поля и бивекторного. Ну, конечно, мы тогда бивекторное представляем как вот произведение двух векторных и считаем, значит, вот по этой формуле, потому что здесь у нас стоят величины, которые мы уже знаем, но вопрос как бы в том, что это представление вообще говоря неоднозначно, и нужно немножко проверить, что, ну, отсюда следует, что если эта процедура корректна, то ответ единственный в каком-то смысле, но нужно было как бы чуть-чуть проверить, что она корректна. Но это очень легко на самом деле сделать, потому что просто в чем, собственно, неоднозначность-то заключается, в том, что вот мы можем сказать, что гамма 2 умножить на функцию, на гамма 3 или гамма 2 на функцию на гамма 3, это одно и то же, и нужно просто равно, да, и нужно как бы проверить, что здесь это, ну, что, грубо говоря, вот это вот произведение, которое здесь на самом деле над функциями, ну, или в тех обозначениях симметрической алгебры от V, надо понять, что вот это вот как бы, ну, просто, а вот здесь это вот априори не так, да, то есть вот нужно проверить, что вот это вот над функциями тензорное произведение, оно как бы правая часть, она тоже определена, уважая вот это тензорное произведение над функциями. То есть если мы вот возьмем правую часть для такого и для такого, то ответ будет один и тот же. Ну, отсюда как бы все уже будет следовать, потому что над функциями уж как-нибудь там все более-менее однозначно, ну, локально все однозначно, локально. А так как мы можем, так сказать, так как все эти структуры, они такие пучковые, их можно ограничивать достаточно проверять локально вот вот аршак сразу сказал однозначно понял что ему что-то не нравится вот да и хорошо вот но значит о чем сейчас разговор о том что я хочу получить вот этот результат что вот эти вот два логия хокшельда это поливеркальные поля но я в общем в прошлом семестре это рассказывал но придется к сожалению повторить до некоторой степени но я придумал что можно как бы немножко лучше это сказать так чтобы это не было вот буквально повторением но одна часть конечно все равно должна очень посмотрим в общем значит значит утверждение заключается в том что вот эти вот гомологии хокшельда алгебры а с коэффициентами в бимодули м м это аби модуль вот они это то же самое что иксты в категории аби модулей из а в м то есть это означает что мы должны взять ну чтобы эти иксты посчитать то есть вот это равняется хом в категории аби модулей тут нужно взять там проективную какую-нибудь резольвенту от а например и это дело отобразить в м и после этого посчитать у всего этого хогмологии вот это вот будет значит ответ да то есть это вы все знаете да то есть уже тут это не надо просто в прошлом семестре были люди которые но сейчас нам таких людей нет или все уже просто узнали наверное да ну понятно но значит значит чтобы да и я хочу показать что при некотором вот выборе этой резольвенты я получаю в точности вот этот вот комплекс это называется бар резольвенты и да на самом деле вот про бар резольвенты тоже можно немножко больше сказать но это будет конечно наверно нас немножко запутает поэтому вообще очень красиво на самом деле у меня даже в прошлый раз была какая-то идея рассказать вот про очень плохо да пом хорошо на самом нормально же все все видно будет если будет видно вот да так вот была идея рассказать значит про вот эту науку мая про распетливание там появляются вот эти бар конструкции для монад какого-то более общего толка и все это в общем забавно очень по моему в общем было бы здорово на самом деле рассказать очень красивая наука вот но тем не менее тут у нас такой примитивный довольно бар комплекс то есть мы вот берем бар мы хотим вот у а смотрите вот а мы рассматриваем как а бимодуль да как левый модуль он свободен как правый модуль он свободен а как бимодуль он не свободен потому что свободный бимодуль это а умножить там на а оппозитное да вот это вот над полем вот это вот свободный бимодуль ранга 1 потому что бимодуль это то же самое что модуль над алгеброй а умножить на оппозитное вот поэтому нам нужно как бы придумать резольвенту. Ну, оппозитное это, конечно, то же самое, что А, просто мы понимаем, что вот А действует там с разных сторон. Или наоборот, А оппозитное на А. Ну, в общем, не важно. Вот. Да, и нам нужно придумать, значит, резольвенту из таких сущностей. Вот, чтобы мы подставили ее сюда, посчитали когмологию и получили вот наш комплекс. А зачем нам это вообще нужно? Потому что если мы уже имеем интерпретацию некоторого сложного комплекса как производный функтор, то потом мы можем подставить какие-то очень простые резольвенты в наших частных случаях. Давайте вот, чтобы было это немножко веселее, я просто попробую сказать про один такой частный случай. Вот. Например, если А это свободная алгебра от В. И я хочу у этой свободной алгебры написать резольвенту как, то есть вот у этого штука резольвенту из свободных бимодулей. Вот, наверное, вы знаете такую резольвенту, а если не знаете, можете мгновенно придумать. Она очень маленькая. Вот. Знаете резольвенту? Ну, то есть начать мы ее должны, значит, с Т от В умножить на Т от В. Ну, то есть такой свободный бимодуль ранга 1. Но я утверждаю, что вот можно что-то написать здесь и этим ограничиться. Это уже будет инъективное отображение, а ядро, а коядро будет ровно вот наша тензинология. То есть нам нужно уметь В перекинуть, да? То есть вот здесь я хочу написать Т от В умножить на В умножить на Т от В и дифференциал, вот если это омега 1, это В и это омега 2, то дифференциал переводит это в омега 1, В на тут большое такое повреждение омега 2 минус омега 1 большое повреждение В на омега 2. Вот. Ну, то есть вот такая вот штука. Совершенно очевидно, что фактор по образу этого дифференциала это в точности вот такое А, да? Потому что как бимодуль. Потому что если мы можем каждое В перекидывать с одного фактора в другой, то мы их можем в конце концов все перекинуть в один фактор. И структура бимодуль ровно такая же. Потому что вот этот дифференциал, он уважает действия справа и действия слева. Вот. То есть на самом деле получается, а с другой стороны очевидно, что ядро вот этого дела равно, но оно не то, что равно нулю, да? То есть, не, оно равно нулю, конечно, да, оно просто равно нулю. Я извиняюсь, да. Оно просто равно нулю, и поэтому вот мы, хотел сказать по модулю констант, но это было ложное рассуждение. Вот. Поэтому, значит, мы просто вот у нас резольвента. Вот. Но для этого, нашего случая, у нас получится, конечно, более сложная резольвента, но все равно простая, вот в таком духе. Потому что вы же видите, что если я, например, знаю такую вот интерпретацию, как вот экст, и теперь я хочу посчитать, например, хокшельдовские эко-гомологии для свободной алгебры. То что мне нужно с такими же коэффициентами? То что мне нужно сделать? Мне нужно написать, что это равняется, значит, гомологиям хома внутреннего, да, то есть дифференциалом, то тоже, конечно, внутренний хом. внутренний, значит, как бы хом, который есть комплекс. Да? Вот. Ну да, тут я, значит, беру, соответственно, вот сначала в этом члене гомологии, ой, хом в категории бимодулей в какой-то M. Ну, я, понятное дело, что использую, что хом из свободного бимодуля A, V, ну, неважно, A на какой-то W на A, это свободный бимодуль, порожденный от этого самого W, в любое другое M, это то же самое, что хом в векторных пространствах над полем из W, V, да, это просто очевидно, то есть так же, как для модуля у нас есть аналогичное суждение, да, вот, поэтому мы можем просто написать, что здесь у нас будет просто вот M, то есть свободная вот эта штука, тут будет 0, а тут у нас будет, значит, хом из V в эту вот свободную штуку, вот, и все, больше ничего не будет, и нам нужно, значит, вот у такого комплекса посчитать к гомологии, ну, теперь на самом деле можно понять, как устроены дифференциалы, вот, да, вот на самом деле здесь у нас стоит, вот можно каждую такую штуку продолжить до дифференцирования, то есть у нас получается дифференцирование вот этой свободной алгебры в 0, а здесь у нас будет сама свободная алгебра, и дифференциал переводит, значит, функцию в внутреннее дифференцирование, вот в это, посоединенное действие этой функции, которая как бы внутреннее дифференцирование, вот, ну, и поэтому совершенно понятно, что к гомологии в этом месте будут константы просто в степени 0, а здесь будут дифференцирования по модулю внутренних, и, в общем, все, то есть других к гомологий не будет, это в степени 0, а это в степени, значит, 1, вот, ну, и можно посмотреть, как устроена, значит, структура алгебры Ли на к гомологиях, то есть действительно здесь она, это алгебра Ли всегда, а тут еще К там как-то будет действовать, в общем, довольно забавный вопрос, как, конечно, но давайте пока это замнем, вот, и, значит, вот так это все и работает, и я хочу, значит, таким образом сделать две вещи, значит, сначала я хочу вот доказать, что эти к гомологии, это всегда экст, а потом я хочу вот примерно таким же рассуждением посчитать это в случае симметрической алгебры, вот, ну, попробуем, значит, это добиться, значит, вот у нас есть бар от А, это такая вот как бы универсальная резольвента из АБИ модулей, универсальная совершенно для любой алгебры верна, есть, точнее, А на А, на А, на А, еще раз и так далее, значит, вот это будет степень 0, это будет степень минус 1, это степень минус 2 и так далее, то есть бар Н от А равняется, ну, или минус Н, не знаю, там, равняется А в степени Н на А на А. Сюда еще иногда пишут А бар, то есть в смысле, что это фактор по единице, пространство, по рожденному единице, но это не обязательно, можно и так, и так, вот. И, ну, в принципе, конечно, даже без всякого мэя, можно сказать, что это общий слуг, что это является, ну, частным случаем следующего обстоятельства, что вы можете таким образом для любого, для любого, не V-модуля, а модуля написать. Ну да, ладно, давайте, будет нас унесет немножко, давайте без всяких этих вот возвращений на данный момент. Вот, значит, вот у нас есть такой очень простой комплекс, очевидно, значит, как устроены дифференциалы, вот, например, вот из А на А, на А есть два дифференциала, значит, в А умножить на А, и они, соответственно, бьют А, В, С, переходят в А, В на С, минус А на В, С. Ну, по-хорошему, тут есть еще одна стрелка, мы здесь комплекс наш обрываем, но есть еще одна стрелка в А, которая просто берет А, В, и переводит, А умножить на В, и переводит в А, В. И вот утверждается, что для любой алгебры с единицей, для любой А с единицей, этот комплекс, этот, в смысле, вот дополненный, этот комплекс ацикличен. Вот, но это мы, в общем, в прошлый раз показывали, это довольно легко показать, надо просто придумать такую гомотопию, то есть надо придумать оператор, А, В, который вот бьет из этого места в энкус первое. Ну, и эта гомотопия, она, значит, вот давайте я просто вот не буду сейчас в деталях об этом говорить, потому что вы, наверное, все об этом, ну, знаете, а если кто не знает, можете меня спросить потом. Ладно, чтобы сейчас на это не правильно я говорю, ну, чтобы мы бы дальше пошли, а то... Вот, это будет просто по определению, значит, вот так устроено. То есть мы получаем... Ну вот, и можно показать, что на самом деле вот эта гомотопия, она это все дело стягивает. Вот, на самом деле в науке вот эти все бар-комплексы, они... Ну, это какое-то такое многозначное очень понятие, и в самом общем, вот, в контексте, я так понимаю, что есть такое понятие, как двухстороннее, значит, резольвенто Мэя для монат. Правда, как учат, значит, что это не Мэя, а Бека. Ну, вот Бек придумал. Вот, а, значит, применил для распетливания Мэй. Ну, в общем, хотя это тоже непонятно. Наверное, да. Вот, хотя, значит, и тут это вот устроено таким образом, что у вас есть, значит, некая монада из там категории С в категорию С. И у вас есть объект Х в категории С, которая алгебра над вот этой монадой Т. Сейчас мы... сейчас я примерно объясню, что это значит. И есть еще функтор. Вот, функтор, который, что я не знаю, как сказать, это алгебра, это, наверное, модуль. F тоже из СФС. Это модуль над, наверное, Т. Ну, в общем, короче говоря, то, что имеется в виду, что я хочу, чтобы было F, T отображалось в F, вот такая вот композиция, и чтобы T, X отображалось в X. Вот. Ну, в общем, можно к этому относиться просто как к некоторому эндофунктору, то есть функтору из СФС и таким вот штукам, которые это все делают. И после этого, значит, бар комплекс, вот этого вот бар от, значит, F, T, X, да, он строится таким образом, что мы берем просто эндо его член, это T в степени N, примененная к X, и потом еще F. Нет, ну в монаде у нас есть отображение из T в квадрате в T, и есть отображение из единицы T, правильно? Вот, и мы можем поэтому из вот T в степени N многими способами изготовить… Ну, типа, да, да, да. Еще из чего? Нет, из ID в T. Нет, я понимаю, а вот она просто T или C. Нет, это не функтор, а это для конкретного X, ну, грубо говоря, вот у вас здесь монада ассоциативных алгебр, тогда это означает, что X это ассоциативная алгебра. Или есть монада там модулей над алгеброй, тогда, значит, вот это X это просто модуль над алгеброй. Любой, да, да, любой. Любая алгебра на T. А? То есть это я имею в виду не, ну, что такое модуль, это, я так понимаю, что что-то типа того, что такое объект, T это эндофунктор, а это, значит, должно быть что-то такое, плюс там… А, я понял, это алгебра над монадой. Тут же вот написано, любая алгебра на… Не, ничего страшного, ничего страшного. Вот, ну, то есть у нас тут действительно, значит, вот просто давайте я просто сейчас как бы остановлюсь, но просто я на эту тему, ну, я просто скажу, что на самом деле такая монада, вот T, она всегда строится, в общем, из пары присоединенных функторов, если, ну, не то что F, ну, пусть будет другое F, или G, G и H. Допустим, из C1 в C2, вот, тогда, значит, у нас есть левый сопряженный и правый сопряженный, и мы можем написать T равняется… Не знаю, кто там у нас, куда… Наверное, сначала вот так, а потом вот этот. Сначала вот с этой стороны левый, да, а с этой, значит, вот правый. Ну, и тогда, так как у нас есть пара присоединенных функторов, вот, то у нас есть… это между ними, соответственно, давайте лучше, может быть, я по-человечески это все напишу, L и R, потому что как-то так понятно, значит, тут я напишу L, R, вот, и если есть такое, то, значит, у нас есть, соответственно, морфизм из тождественного функтора VRL, из L, R в тождественный функтор, да, который необязательно из-за морфизма, но вот какие-то морфизмы, натуральные преобразования функторов, вот, ну, и тогда, естественно, у нас есть вот, вот мы используем вот это дело для того, чтобы построить отображение, вот, просто вот буквально вот это, вот, а вот это мы используем для того, чтобы построить функтор из T в квадрате в T, вот, ну, и на самом деле, ну, просто мы пишем просто, что это значит, это значит будет RL, RL, и мы должны это дело отобразить в RL, но вот мы берем вот то, что здесь посередине написано, и это посередине у нас уже вот с помощью второй штуки, да, я все напишу, оно у нас отображается, вот, R, Epsilon, L, да, то есть вот, ну, да, отображается как раз вот сюда, то есть вот это, ну, тут нам, Epsilon Identity, ну, в общем, понятно. Вот, ну, и это общий случай, короче говоря, к чему я это все говорю, потому что наш бар-комплекс, он связан с определенной монадой, а именно когда C1 это A модули, A модули, где A, ну, да, вот именно модули, наверное, да, вот так, а C2 это, допустим, векторные пространства, тогда, а, нет, только сейчас, наоборот, наверное, сейчас, Iconcel, R, L, да, ну, да, да, то есть, то есть, то есть, значит, C1 это векторные пространства, векторные пространства, да, а это A модули, я так понимаю, вот, тогда у нас есть левый, этот самый правый сопряженный функтор из A модулей в векторные пространства, вот, R это просто забывающий функтор, мы можем взять A модуль и рассматривать как векторное пространство, а L это свободный функтор, то есть L от V равняется свободному модулю A умножить на V. Ну, вот, и мы на самом деле можем вот таким образом, вот, как тут написано, написать вот такие вещи, F на T, а F что такое, а F это, наверное, просто T в нашем случае, то есть в нашем случае наша монада, она будет на категории, соответственно, этих самых, вот, C1, то есть векторных пространств, то есть T это из векторных пространств в векторные пространства, и оно переводит V V умножить на V. Вот, ну и, соответственно, можем, а X модуль над этой монадой, это, соответственно, просто модуль, да, модуль, ну вот, модуль над алгеброй A. Вот, и поэтому вот мы вот эти штуки просто можем переписать, что это равняется, там, T в степени N плюс 1, нет, даже A в степени N плюс 1 умножить на, ну, X там, да, если это можно, вот так. И у нас получается, да, такой вот комплекс, и оказывается, что если вот мы пишем вот в таком виде, то есть T, T и какой-то X, то это всегда стягиваемо. Bar, вот, T, T, X, вот если здесь стоит тоже T, всегда стягиваемо на X, да, стягиваемо на X. Вот, ну, то есть просто я это все сказал для того, чтобы было как бы зафиксировать, что на самом деле то, что мы вот здесь делаем как просто некую линейную алгебру, имеет некоторый более общий контекст, только тут, конечно, я уже буду этот bar-комплекс такой, тут уже нет структуры векторного пространства, поэтому я не могу сказать, что это комплекс. Это будет просто симплициальный объект, то есть это будет симплициальный объект в C2, ну, в C, да, симплициальный объект в C. Ну, то есть просто если C не векторное пространство, то его можно там, симплициальный объект не обязательно там как-то автоматически сворачивается в объект в C. Ну вот, поэтому надо как бы симплициально говорить, что значит, что оно стягиваемо, но в общем мысль такая. Вот, а Мэйк это удивительным образом, Мэй значит, на топологических пространствах действует, и она пишется вот так, значит, НТ настройка и НТ пространство петель. То есть, на самом деле, ну, потому что пространство петель это правый сопряженный к надстройке, да, на базированных векторных пространствах, на базированных топологических пространствах. Вот, оказывается, Поэтому, значит, если у нас настройка левый сопряженный комик, это значит настройка в степени n, левый сопряженный комик умножить на n, получается, да? Судя по всему. Да. Вот, а дальше, значит, да, дальше он доказал, да, дальше вот он как бы пишет бар комплекс для этой штуки и использует то, что на самом деле вот эта монада, это то же самое, что монада, ну, гомотопические, связанные с операдой маленьких кубиков. Вот, ну, и в общем, таким образом, то есть вот по каждой операде тоже можно построить монаду, и в общем, получается, что таким образом он получает такое вот распетливание, замечательное какое-то... Да, да, но здесь, да, по операде любой вы можете построить, нет, то есть монада это самый общий способ, или по крайней мере для нормальных людей самый общий, говорить об алгебраических структурах. Например, вот почти все, что мы знаем, является алгеброй и надупирадой, но группа, скажем, не является алгеброй и надупирадой, но группа является, значит, алгеброй и над монадой. То есть вот как бы алгебра над монадой, это вообще что-то совершенно общее. Вот, группа, вот, тоже алгебра, вот. А с другой стороны, если у нас есть обычная там алгебра, алгебра ли, алгебра над любой операдой, то по ней строится тоже монада. Ладно, давайте, в общем, это мы пока просто оставим и когда-нибудь, может быть, это обсудим немножко в больших деталях. Ну, в общем, давайте я, значит, повешу немножко вот тут висеть, и не буду дальше приводить детали про то, что вот эта гомотопия является, значит, стягивающей. И мораль отсюда, что вот этот комплекс ацикличен, значит, без вот последнего члена, без аугментации, если мы на А, Т, В, А его обрываем, это будет резольвента постоянного модуля, бимодуля, то есть не постоянного тавтологического бимодуля А. Вот этот вот А, как бимодуль, называется тавтологический. А, тавтологический А бимодуль. Ну, и дальше можно, значит, показать, что если мы из этой ба резольвенты возьмем хом в любой бимодуль и воспользуемся вот тем, что где-то тут было написано, а именно, что, давайте снова напишу, что хом из свободного бимодуля, бимодуля, из свободного бимодуля, W, да, было где-то, на А в М, это то же самое, что хом в векторных пространствах из W в М. Вот. Ну вот, если мы этим всем воспользуемся, то мы как раз получим члены, ну вот самый крайний член, где у нас А на А, это будет просто M, да, то есть хом из констант в М, то есть просто M, второй член будет хом из А в М и так далее. И мы получим в точности, на самом деле, комплекс Хокшильда, если мы посмотрим, как построен дифференциал. Тут ключевой факт, что это рассуждение, если мы, значит, показываем, что бар-комплекс ацикличен, что мы делаем для алгебры с единицей, то это рассуждение нам дает когомологический такой инвариантный смысл этого комплекса, а именно, что его когомологии это архо, это вот xt в этой вот категории. Ну вот, все, значит, это как бы было сказано, давайте теперь мы немножко пообсуждаем, а как же нам это может… Блин, тут еще все мокрое теперь, мокрое. Как же теперь писать новый мел, что брать? Как приятно, пока это высохнет. Вот, давайте мы теперь пообсуждаем, как нам это поможет посчитать, как нам это поможет посчитать когомологии, вот, Хокшильдовские когомологии симметрической алгебры, ну, например, с присоединенными коэффициентами или с другими какими-то. Вот, и… Вот, есть такая вещь, как, значит, комплекс кашуля, только вот не тот, который я в прошлый раз даже говорил, в прошлый раз это самое, а немножко другой. Вот, это, значит, грубо говоря, можно к этому относиться таким образом, что предположим, что у нас есть алгебраическое афинное многообразие, какой-нибудь Х, алгебраическое афинное многообразие, вот, и в нем есть некоторое там замкнутое многообразие Y, допустим, тогда, естественно, функции на Y, это некоторый фактор, да, функции на X, там, по идеалу этого самого Y. Вот, поэтому мы можем рассматривать вот функции на Y, это модуль над функциями, модуль над функциями на X. И мы, допустим, хотим теперь у этого модуля написать резольвенту из свободных модулей. Мы хотим у модуля C от Y написать резольвенту из свободных C от X модулей. Вот, модулей. Вот, ну и, значит, вопрос, как это сделать. Вот, значит, вот как это сделать. Надо предположить, что вот этот вот идеал Y, что он порожден некоторыми, значит, F1, FL, функциями. Вот, и таким образом C от Y, это C от X, фактор по вот этому идеалу Y, вот этому порожденное. Ну и дальше я хочу, естественно, предполагать, что эти функции в каком-то смысле в общем положении, я сейчас скажу в каком. Вот, и, значит, после этого я могу попытаться написать некоторый комплекс, вот, у которого, по крайней мере, нулевые кагомологии отрицательно градуированные, у которого нулевые кагомологии будут C от Y из свободных модулей. Ну, в нулевой степени я напишу C от X, конечно, а в минус первый я напишу вот C от X умножить на V, где V это пространство размерности L, пространство, векторное пространство размерности L, вот такого же количества вот L, где это количество функций, размерности L, вот, и, соответственно, в нем есть базис некоторый, E1, EL, который вот, собственно, соответствует вот в каком-то смысле выбору этих функций. Вот, ну, прекрасно, значит, теперь мне нужно написать вот дифференциал. А здесь D, ну, я его напишу сейчас, я напишу, что D, оно линейно должно быть, да, над модулями, потому что я хочу, чтобы все это было, ну, отображениями модулей на C от X, поэтому мне нужно определить вот только на E и там. Ну, я его, значит, напишу, что это просто, ну, вот только нужно, допустим, что F на E и Т, да, то есть то, что здесь вот F на E и Т общий элемент, ну, оно будет переходить F умножить на F и Т, где вот F и Т, это, соответственно, и Т функция отсюда. То есть вот образ в степени 0 даст мне как раз идеал, порожденный всеми вот этими вот F и Тами, и поэтому очевидно, что это даст мне, соответственно, вот мои когмологии, ну, фактор по этому идеалу. А дальше, если вы думаете, что я хочу это продолжить. То есть я хочу здесь написать C от X на лямбда в квадрате V, C от X на лямбда в кубе V и так далее. Вот, где, например, я хочу написать, что... А давайте мы это уберем. Да, 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 да. Я хочу, например, написать, что вот здесь у нас будет, например, Е и Т на Е жи Т и на некоторую F. Ну, во что это там перейдет? Я хочу, чтобы это перешло в F на F и Т умножить на Е жи Т, да, минус F на F жи Т умножить на Е и Т. Ну, и вообще, в общем случае, я хочу, чтобы F на Е и 1 на Е и К перешло, значит, в сумму по S от K, от 1 до K, судя по всему. И тут нужно написать F на Е1 без, ну, а вот я так пишу, без вот этого вот ЕС-того. Вот, то есть нужно написать F умножить на Fs, а тут вот оставить все вот эти без Fs, Е, Л, и Е, и КТ, да, да, и КТ. Вот, а тут надо, естественно, написать еще знак, плюс-минус, который равен просто минус 1 в степени там, судя по всему, S минус 1, чтобы начиналось с единицы. Вот, то есть я могу вот это вот таким образом продолжить, то есть вот самый правый дифференциал у меня вот будет такой, следующий будет такой и так далее. И, значит, там в коммутативной алгебре доказывается, даже без каких-либо предположений нитровости на самом деле, доказывается такая вещь, что если я вот здесь, да, я хочу поставить, конечно, некоторые произвольные M, вот M это у меня некоторый C от X модуль, ну или вообще A модуль, A это коммутативное кольцо, вот, и этот, есть там просто даже вот такой контекст, и есть просто какие-то элементы F1, F там, вот, L, которые просто элементы A. Вот, я тогда вот могу написать такой вот комплекс, который начинается с M, тут, значит, будет вот M V умножить на M, да, тут будет, значит, лямбда 2 V умножить на M, ну, то есть то же самое, только вместо функции на Y я пишу M. Вот, и вот это и есть комплекс Кашуля, и утверждение, значит, такое, что старшие когомологии равны нулю, все, старшие когомологии равны нулю, если, значит, F и T не делитель нуля, не делитель нуля в M фактор по F1, F и минус 1, вот, для любого и от единицы до L. Ну вот, то есть на самом деле вот это вот условие, там вот такого рода условия, там, в коммутативной алгебре, когда они там занимаются регулярными локальными кольцами, там, то вот это условие, как бы регулярной последовательности, ну вот, образующих идеала, там, ну вот это на самом деле верно даже не в локальных кольцах, это верно вообще вот для любых, даже не нёторовых кольцах, по крайней мере, вот я когда пытался, значит, думать, как-то сегодня мне не скучно рассказать, я поглядел в книжке Сера, например, Local Algebra, кстати, очень хорошая книжка, там, по коммутативной алгебре вообще, ну, более содержательная, существенная, и тоже, в общем, понятно, вот, очень мне нравится. Вот, в книжке Сера, например, вот это все начинается именно вот с такого, вот, в главе 4. Вот, ну, в общем, короче говоря, значит, вот, и мы можем это, да, то есть, вот, значит, давайте вот мы просто зафиксируем вот это вот условие, ну и вот можно просто посмотреть, значит, что вот, вот это как, ну, в каком-то смысле, допустим, будем просто об этом думать сейчас, как о том, что вот эти самые порождают вот это, там, М, не, что эти элементы в каком-то смысле, но если вот мы думаем, что это там порождающие, образующие какого-то идеала, то они, значит, в общем положении. То есть, совершенно понятно, что, если, например, я возьму FIT дважды, то есть возьму там FIT просто не один раз, а два раза подряд, в среде моих этих самых, то это условие не будет выполняться. Вот, поэтому, значит, они как бы должны быть в каком-то смысле это условие трансверсальности. Вот, ну и, значит, теперь как я это все дело применяю в моей ситуации, ну вот я сейчас что-нибудь сотру и расскажу. Так, нам сейчас нужно будет сделать перерыв скоро, да? Ну, как вы хотите. Ну, давайте сделаем, ну, может быть, вот еще чуть-чуть поговорю, и, значит, ну, такой, не длинный, минут на пять. Ну, да, ну, понятно совершенно, что такое вот тофтологический бимодуль в принципе с такой вот точки зрения. Тофтологический бимодуль, A-бимодуль. Ну, если, например, A это функции на каком-нибудь X, там, допустим, алгебраическом каком-нибудь афином многообразии, то в этом есть диагональ, которая вложена в X на X, и мы рассматриваем как бы функции на диагонали. Вот, это модуль над, естественно, функциями на X умножить на X, а это то же самое, что функции на X умножить на функции на X, да? Вот, поэтому это на самом деле бимодуль, потому что функции на X это коммутативные самые, то есть это бимодуль. То есть получается, что C от этой диагонали это, значит, C от X бимодуль. Вот, ну и дальше мы можем просто… А, нет, только я, наверное, неправильно написал, нужно написать вот X, да, вот это X диагональная, то есть я написал просто вот как-нибудь вот так лучше. То есть это тот же самый X, как бы, но я его рассматриваю как… Ну да, и в этом смысле это просто пафтологический бимодуль, потому что, ну, чтобы… Ну, вообще говоря, для любого вот Y, который сидит в X умножить на X, я могу написать такую структуру бимодуль, а именно я имею две проекции, вот, проекция 1 и проекция 2 в X. Ну и поэтому я могу функцию на X поднять до функции на X умножить на X двумя способами. И если у меня вот эта Y, сидящая в X умножить на X, не симметричная, то, естественно, когда я умножаю вот поднятые двумя способами функции на некую же функцию на Y, я получу разные ответы. Ну, в моем случае, когда у меня диагональ, я получу одно и то же. То есть это будет тавтологический бимодуль. Ну вот, ну и дальше я могу как бы у этого дела написать, соответственно, вот из этих соображений я должен просто в этой диагонали, ну, во-первых, я рассматриваю ситуацию, когда у меня X это там само по себе V, да, там векторное пространство, и я хочу, значит, взять вот это там V умножить на V, в нем диагональное V, и дальше я хочу это диагональное V задать вот такими вот F, таким образом, значит, чтобы они еще были в общем положении, как тут написано. Ну и, собственно, как я это могу сделать? Ну, просто совершенно очевидно, я должен выбрать какие-нибудь координатные функции линейные, там, допустим, X1, так далее, там Xn из V в поле, какие-то эти функции, и дальше у меня, значит, есть еще Y1, Yn, это, соответственно, ну вот, на другой компоненте, вот что ли, да, вот, ну да, если я применяю, вот поэтому я просто диагональ, она сдается, соответственно, Xn минус Yn равно нулю, когда I равняется от единицы до размерности V. Ну вот, и легко проверить, что эти штуки, на самом деле, они будут в общем положении, то есть вот что вот это вот условие трансферсальности, оно выполнено. Ну и это дает мне сразу, значит, это самое. Ну, в общем, я сказал об этом, в смысле, какую-то резольвенту дает, то есть кашуливый комплекс будет резольвентой. Ну, конечно, я могу повторить теперь, как я это говорил в прошлый раз, то есть в прошлом семестре, это было проще. Я говорил, что мы можем взять там, допустим, симметрическую алгебру от V. Ну, да, как другой вариант, вот, кстати, хороший момент, как другой вариант того же самого, можно взять наоборот вот точку 0, наоборот V. То есть это другое многообразие. То есть вот это X, а это Y, просто точка. Вот, и мы тогда, значит, ну, соответственно, у нас получается, что это модуль аугментации просто, да, функции на точке, это поле. И у нас, значит, вот модуль делается так, что функция вот умножается на значение в точке 0. Это тоже модуль, и я у него могу, значит, выбрать тоже какую-то резольвенту, вот, о которой, я думаю, что мы в прошлый раз что-то примерно такое и делали, в общем, ну, хотя из других соображений. Но тут я могу сделать то же самое, только мне уже Y не нужны. Я могу вот эту точку 0, идеал точки 0 задать как вот X1, Xn, да. Ну и поэтому у меня получается, на самом деле, такой вот комплекс, там K тоже, значит, тут будет у меня, кто, будет симметрическая алгебра от V умножить на V. Только вот тут некоторая путаница, наверное, V со звездочкой все-таки, да. Тут, значит, симметрическая алгебра от V на лямбда квадрат V, ну и я тут умножаю, соответственно, вот эта стрелка умножает, там, F на E и T, она просто переводит X и T, там, умножить на F и так далее. То есть просто тут я использовал X и T минус Y и T, а тут просто X и T. И, наверное, вот о каком-то примерно таком комплексе мы и говорили, наверное, да, в прошлый раз, я не помню уже, или, может, сразу об этом, но из других соображений. То есть это более такой, что ли, геометрический способ это все понимать, да. Ну, хорошо, значит, давайте мы тогда сделаем перерыв небольшой, 5 минут, и после перерыва мы посмотрим, если вы это не сделаете раньше, во время перерыва, посмотрим, как же нам получить из этого дела, что это, ну, что вот это поливеркальные поля. Давайте 5 минут, значит, мы, ну, где-то, допустим, в час-десять мы закончим перерыв и продолжим, да. А функции просто регулярные, ну, как? Это, да, да, да. Вот у меня спросили, я тоже поговорила, они умерли, сейчас, ждите, я боюсь, что я погружу эту штуку, если я на ней буду, я же сел как бы, сейчас, мне надо выключить, а, нет, а так все, о чем мы говорим, причем не только я, мы оба, это будет транслироваться в мировую паутину. Так задумано, да. Так задумано, чтобы вообще была такая тотальная, ну, давайте все-таки, может, выключим, мне там безразлично, но, может быть, вот. Может, там готовы? Нет, там Аршак не хочет, потому что тогда будут. Слушай, ну, давай мы просто вот мьют сделаем, можно же вот мьют? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 то можно просто вот написать как-то так более вменяемо, как этот комплекс, соответственно, выглядит. Но вы берете просто симметрическую алгебру, значит, от V, да, вот, на симметрическую алгебру от V, вот, а тут вы берете, соответственно, симметрическую алгебру от V на V, на симметрическую алгебру от V, вот, и здесь дифференциал, но здесь как бы у вас вот это вот E и Т, это X и Т минус Y и Т, да, то есть вы, на самом деле, вы как бы вот берете F на V на F на G, то есть и переводите его в F, V на G, это как бы X и Т минус F на V, G, да, то есть вот вы можете перемножить с этой стороны и с этой, это как бы произведение на функцию X и Т минус Y и Т, ну и так далее, тут у вас будет F на V1, там, V2 на G, ну и, в общем, вот, вот это все. Вот, ну и да, ну и по вот этому нашему, кстати, заметьте, что имеется некая аналогия между тем, что я говорил до этого, вот, про свободную ассоциативную алгебру, да, то есть вот для свободной алгебры я тоже написал T от V на T от V, вот, а тут было 0, а тут было, значит, T от V на V на T от V, вот, и это уже было инъективно, потому что эта алгебра как бы свободна. Да, а здесь, значит, да, а здесь, значит, что вот это вот утверждается, что оно не инъективно, да, вот это вот, вот это условие. Ну да, не инъективно, потому что, ну да, то есть, видите, а тут не инъективность получается, потому что вот вы можете, например, написать F на E и Т, Ежи Т, да, или F на Ежи Т, а тут потом вот Еи Т. То есть на самом деле вы тут как бы коммутируете E и Жи, чтобы так написать. Ну и у них, конечно, вот у этого и у этого одинаковый образ, вот, в, ну, соответственно, в члене там, вот, C от X, да, то есть это образ будет, это будет ядру принадлежать, их разность. Вот, но, 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 чтобы такое написать, вам нужно там прокоммутировать, то есть тут и с одной стороны, а Жи с другой, и наоборот. А если у вас свободная алгебра, то коммутативности нету, и поэтому это не работает, это не будет в ядре, вот, а то, значит, это будет, и поэтому нужно это ядро там убить какими-то высшими там членами, вот это, собственно, и делается. Вот, ну и, да, и получается, что, что получается, давайте, может, вот это дело напишем, да, значит, что нам нужно, вот, значит, вот мы еще раз используем, что хом в две модулях от A на W на A в M, это то же самое, что хом в векторных пространствах из W в M, вот, и, соответственно, это, кстати, тоже junction, да, здесь у нас как бы на самом деле U от M, то есть мы рассматриваем не M, а underline векторное пространство, как бы, подлежащее, а здесь мы рассматриваем L от W, то есть свободный модуль, B-модуль, там, порожденный W, который нам тоже дает монаду какую-то. Вот, ну, значит, вот такой у нас есть, поэтому если мы возьмем хом от нашей резольвенты в категории B-модулей, от нашей резольвенты от симметрической алгебры, и отобразим его в M, ну, допустим, да, отобразим его, но только вот не M, тут вот важно, что это именно A будет, это логический модуль, наверное, да, вот, то, значит, у нас как комплект, значит, его члены будут, соответственно, как выглядеть, вот у вас тут стоит, значит, там симметрическая алгебра V на симметрическую алгебру V, самый правый член, значит, это даст просто константы в N, то есть это будет там A, ну, не A, давайте напишем все-таки A, вот, будет A, потом будет, значит, хом уже в векторных пространствах из A в A, и так далее, и будет, значит, какой-то дифференциал, только тут будет V, я извиняюсь, V в A, тут будет хом из V в квадрате, лямбда в квадрате, V в A, и так далее, значит, утверждение, что дифференциал равен нулю, A равно симметрический алгебрят V, утверждение, что вот здесь вот уже дифференциал будет равен нулю, и мы, на самом деле, я помню, что вот в прошлом семестре даже помню, что мы это обсудили, тут как бы крайне важно, что мы берем, это не будет верно, если A произвольный B-модуль, тут мы как бы используем, что это B-модуль тофтологический, то есть левое умножение равно правому умножению, поэтому, когда мы, например, вот пишем дифференциал, который вот есть как бы здесь, например, это связано с X-итая минус Y-итая, ну вот на как бы вот квадрате многообразия эти X-итая и Y-итая действуют по-разному, но когда мы берем в хом в A, вот это вот A, это уже тартологический B-модуль, то есть у него X-итая и Y-итая действуют одинаково, ну вот и поэтому, значит, когда мы берем вот эти вот самые штуковины, то уже эти дифференциалы будут равны нулю, в общем, ну вот да. Ну, в общем, я думаю, что это все понятно, на самом деле, если что-то тут вот в сию секунду непонятно, вы легко восстановите детали, то есть смысл в том, что эти когмологии, значит, ИТ и когмологии будут равны, соответственно, лямбда, значит, вот ИТ, В со звездочкой, звездочка появляется из-за того, что я теперь беру хом из этой резольвенты, как бы, вот, то есть получается, да, звездочка за счет того, что я беру двойная, на симметрическое от В. Вот, ну все, прекрасно, значит, про алгебру Ли я немножко сказал, давайте мы, как бы, попробуем понять, почему вообще формальность это некая, вот в этом случае это некоторое нетривиальное утверждение, то есть почему мы не можем просто вот как-то так тупо взять и как алгебру Ли эти когмологии, значит, отобразить в комплекс Хоршин. Ну, для этого, значит, я хочу развить некоторый очень простой формализм, который нам будет нужен несколько еще следующих этих самых разов, поэтому я боюсь, что если кто-то придет еще, придется его повторять. Ну, ладно, пусть посмотрим, может быть. То есть мы будем, значит, нас будет интересовать такая, как бы, странная, казалось бы, задача. Вот, мы будем хотеть изготовить, вот мы будем хотеть взять несколько поливекторных полей, поливекторных полей, поля, гамма-1, там, гамма-n, которые, соответственно, значит, принадлежат n и t, там, v со звездочкой на симметрическую алгебру v. Вот, и какие-то функции, f1, там, fs, это, значит, из симметрической алгебры v, это функции. И мы будем хотеть, значит, изготовить по вот этому набору некую новую еще одну функцию. И изготовить одну функцию. Что мы хотим сделать? Это в самой наибольшей общности. Значит, что мы от этого дела требуем? То есть, грубо говоря, мы требуем, да, что мы хотим? Ну, выражаясь алгебра, мы хотим взять, там, вот эти вот поливекторные поля, там, s от v в какой-то там тензинной степени m, взять, значит, симметрическую алгебру от v в какой-то степени n и изготовить снова симметрическую алгебру от v. Вот, то есть мы хотим понять, какие существуют такие отображения. Да, но при этом мы хотим, чтобы это было GLV эквивариантно. И больше мы ничего не хотим эквивариантно. Вот, то есть, значит, чтобы если у нас действует, значит, v, ну, если у нас есть элемент из GLV, он действует, соответственно, и на v со звездочкой, да, присоединенным образом. То есть он действует на левой части, на правой части, и мы хотим, чтобы это все... Ну, просто мы, грубо говоря, хотим, вот, чтобы иметь в распоряжении такие соответствия, вот, преобразования, но не очень плохие. То есть мы хотим, чтобы это все для линейных, вот, линейных замен было, значит, коммутировало с линейными заменами. Ну вот, ну и, соответственно, значит, это делается с помощью того, что называется теорема, основная теорема теории инвариантов для GLN Германа Вейля. Значит, грубо говоря, теорема говорит следующее, что у нас есть единственный инвариант, единственный инвариант, инвариант в смысле GL, имеется в виду GLN, или GLV, v со звездочкой умножить на v. Все прекрасно понимают, что это за инвариант. Если v пленечномерно, это важно. То есть мы должны выбрать базис там, да, какой-то, потом это будет не зависеть от базиса. e, n, v, и написать, что, значит, этот инвариант, он равен, ну, не знаю, как его написать, канонический инвариант, он равен сумме e, i, t со звездочкой на e, i, t, да, по i. Где это, соответственно, двойственный базис. Ну, или же, если мы как бы используем канонический изоморфизм, вот между вот этим и эндоморфизмами v, то мы просто берем вот здесь тождественный эндоморфизм из v в v, переворачиваем его в этом образе, и это получается инвариант. Вот тут это очевидно, но надо проверить, что он именно в такое переходит. Вот, теперь, значит, прекрасно. И теперь, значит, теорема говорит, конечно, не это, это очевидно. Теорема говорит про то, что если у нас есть, значит, теперь вот v в какой-то степени n на v со звездочкой в какой-то степени m, и мы хотим вот в этом взять инварианты g, l, v, то эти инварианты не равны нулю, только если m равно n, а если m не равно n, то равны. И, значит, все эти инварианты задаются как бы вот спариванием с помощью вот этого канонического инварианта. То есть, значит, чтобы они были не равны нулю, у нас должно быть v и v со звездочкой одинаковое количество. Вот мы пишем v на v, там v со звездочкой на v со звездочкой. Ну, да, то есть мы как бы, значит, делаем примерно следующее, что мы берем одно v, вот как бы и любое другое там v со звездочкой, ну, в принципе, не обязательно на том же месте стоящее, тут перестановка, грубо говоря, этот инвариант задается перестановкой. То есть если мы вот теперь, вот если мы вот это вот пространство v со звездочкой, v в степени n на v со звездочкой в степени n представим как эндоморфизмы от v в степени n, вот, то тогда я хочу сказать, что любой инвариант, он будет просто перестановка факторов. То есть, грубо говоря, векторное пространство n-вариантов имеет размерность n факториал. Вот, ну и, соответственно, вот на этом языке, ну, можно это представлять себе так, что вот я как бы рисую какой-то суррогат графа. Я хочу вот специально употреблять слово граф, потому что вот впоследствии у меня будет немножко более сложная ситуация, потому что тут будут как бы еще, видите, какие-то условия симметрии. Тут у меня стоят не элементы тензорных степеней, а элементы там симметрических, там, этих самых. Ну и вот понятно, что если у меня, допустим, стоит симметрическая степень, а тут внешняя, то, ну, какие я там могу? Вот если у меня есть две стрелки отсюда-сюда, то они симметричны по этим аргументам, кососимметричны по этим, поэтому это будет равно нулю. То есть там возникают какие-то дополнительные уже соотношения, как бы, да, если у меня вот есть условия симметрии. Но вот если у меня тензорная вот эта самая степень, и как тут было сказано, то это просто вот можно себе рисовать таким образом, что вот есть там n точек тут, n точек тут, одни соответствуют v, другие v со звездочкой, и это вот какая-то такая вот перестановка и все. Вот. Значит, теперь я сказал, что я хочу вот по вот этим самым поливекторным полям и по вот этому делу, значит, поставить в соответствии еще одну функцию. И имеется в виду, что я хочу ее вот поставить в соответствии таким вот образом. То есть, значит, ну, так как у меня теперь все так более-менее коммутативно, то, или косо коммутативно, то я могу это все интерпретировать, вот этот же самый вот инвариант, как, например, d по dx и t на dx и t, скажем. Это прям то же самое, я просто его написал по-другому. Вот. Поэтому имеется в виду, что если у меня, ну да, то есть, ну, суть от этого не меняется. Я беру... Только тут я еще хочу, значит, на самом деле сказать, что вот это вот v со звездочкой на v, оно еще изоморфно, естественно, v на v со звездочкой со звездочкой. И я могу как бы хотеть описывать эти инварианты в том духе, что я спариваю вот одну v, одну v со звездочкой и получаю константы. То есть вот то, что я тут вот делал, я скорее буду рассматривать таким образом, что вот у меня есть много v, есть много v со звездочкой, и есть, значит, и я хочу рассматривать как бы вот инварианты в двойственном пространстве. То есть, грубо говоря, это там, я хочу взять какие-то там вот эти вот пары, то есть разбить это дело на пары и внутри каждой пары применить канонический инвариант. Вот я это буду делать только в том, значит, в той ситуации, когда у меня есть теперь функции поливертонные поля. Вот. Прекрасно. А вы хотите? Ну, как-то для диаграмм Юнга, которые задаются. Ну, да, как-то можно, да, но это уже все более сложно будет. Ну, я думаю, что это вот можно почитать, нет, ну, нет, ну, я там, не, ну, есть какие-то, ну, я думаю, что это теория вариантов, только вот как бы вот вообще вот можно ключевое слово, там, основная теорема теории вариантов Германа Вейля через Y, да, то есть через Y. И через Y, вот, ну, и там есть какие-то книжки, то есть если вы там, ну, я думаю, что это очень классическое все, но какие-то комбинаторные аспекты там с диаграммами Юнга, черт его знает, они же, в принципе, может быть там, какие-то может быть очень навороченная комбинаторика, и может быть есть открытые задачи даже какие-то, чисто вот связанные с симметриями. Ну, посмотрите, это там есть на английском, даже на русском языке есть много книжек, я думаю, сейчас уже. Я просто вот, я помню, что когда я был студент, я хотел это где-то прочитать, я не знал, где это прочитать, если честно. Была книжка, вот есть старинная книжка теории вариантов Германа Вейля, но там было как-то слишком old-fashioned. Вот, но сейчас-то точно есть огромное количество книжек. А, есть вот книжка, вот замечательная такая детская, но очень хорошая, Паша Этингофа с кучей школьников, в котором он читал лекции, знаете эту книжку? А, нет, ну это совершенно прекрасная книжка по теории представлений, я ее започу сегодня, если не забуду, а если забуду, напомните мне, пожалуйста, в этот самый, я надеюсь, что Паша меня простит, хотя кто его знает. Да, то есть на самом деле он в рамках Клей-института, он читал, значит, какие-то лекции, и там было для школьников, ну, там этого самого, 11-го по-нашему класса, но там как-то, наверное, по-другому, старший грейд, вот это, и там, собственно, они задавали какие-то вопросы, там было интерактивно все очень, вот, и он, кстати, их всех там, кому он читал, взял с автора и вот это дело, значит, опубликовал. И там есть еще такой Слава Герович, который в Гостоне занимается историей и математики, и он там, значит, вот добавил еще какие-то исторические такие байки на тему того, как что было придумано, и там вот это и есть теорема, по-моему, вот, ну, да. Я запущу. Вот, да, значит, давайте вот я попытаюсь просто вот с этой точки зрения написать, что у меня, ну, вот, собственно, то, что я хотел написать, а именно отображение из поливерсов. Ну, это самый простой случай, но я, тем не менее, хочу вот иметь в виду эту общую схему, с которой я поэтому и начал. Так. Вот, да, и, значит, у нас есть там одно поливекторное поле гамма, допустим, L поливекторное поле, вот, которое, значит, принадлежит лямбда L, V со звездочкой. Ну, конечно, я, у меня немножко, получилась странная традиция, что, как бы, получается, что это поливекторные поля не на V, а на V со звездочкой. То есть было бы разумнее здесь ставить V со звездочкой, а здесь V. Она уже как-то получилась. И, значит, соответственно, L функций, F1, вот, L то же самое. Вот здесь, вот здесь. Которые принадлежат симметрической алгебре Павле. Я хочу из этого дела изготовить еще одну функцию. И я это дело, значит, буду интерпретировать как некую кацепь Хокшильда, которую я сопоставляю поливекторному полю, а именно кацепь, значение которой на этих L функциях будет равно той функции, которую я собираюсь изготовить. Вот. Ну и, собственно, граф, который вот такой вот, типа инвариантов, который вот это все делает, он вот такой. Я пишу, значит, здесь вот это. Тут я пишу, вот это будет точка некоторая, где эта штука сидит. Тут будет, соответственно, L точек. И здесь сидит, соответственно, в каждой из них сидит симметрическая алгебра от V. Ну вот, и видите, тут у меня поливекторное поле, от него торчит как бы L таких хвостов, а именно вот это внешние аргументы. Вне, вот, вот, аргументы вот из этой внешней степени. Внешние аргументы. L штук. Вот, и теперь мне нужно, значит, как бы от этих внешних аргументов избавиться. То есть я знаю, что я могу, я хочу это сделать же L, V инвариантным образом. Избавиться. То есть я хочу все аргументы из V со звездочкой спаять с элементами из V. В результате у меня аргументы после этого спаривания, у меня аргументы из внешней степени V со звездочкой исчезнут, а здесь в каждой точке у меня уже будет сидеть функция. То есть идея вообще, общая, общая картинка, она такая, что у меня есть, значит, точки, вот, которые я вернусь, там, наверное, через занятия, там, есть точки на прямой, точки на верхней полуплоскости, вот здесь будут сидеть функции, то есть вот из симметрической алгебры от V, в каждой точке. А здесь будут сидеть вот поливекторные поля, λi1, там V со звездочкой на симметрическую алгебру, λi2, V со звездочкой на симметрическую алгебру и так далее. Вот, ну и тут, соответственно, будет вот в каждом этом месте будут какие-то вот эти внешние аргументы от V со звездочкой, от которых я хочу избавиться. Избавиться таким образом, что я буду рисовать стрелки. Собственно, стрелки будут двух типов. Либо я, значит, рисую стрелку из точки в полуплоскости в точку на прямой, где у меня сидят функции, и конец этой стрелки будет V со звездочкой, как бы, а здесь будет вот V. То есть у меня, как бы, каждая стрелка будет вот этот канонический вариант, который сидит V на V со звездочкой. При этом тот его конец, где сидит V, это будет начало. Он будет спариваться вот с этим V со звездочкой, как бы. Да, то есть вот на ту же самую картину можно смотреть, как бы, вот, которую я до этого говорил, вот на это спаривание, можно смотреть таким образом. Я рисую вот какие-то такие линии, и каждая линия у меня соответствует V на V со звездочкой. При этом я, значит, V со звездочкой спариваю с аргументами V, и V спариваю с аргументами V со звездочкой. Но это одно и то же, что я тут сказал, но просто это больше связано ближе к тому, что я собираюсь там говорить, как бы. Там просто так проще говорить, как бы. Что просто объединять, там тоже везде одно и то же, просто, ну, тут, нет, тут не одно и то же, потому что тут же, ну, все-таки чуть другое. Ну, сейчас увидите. Нет, ну, в общем, короче говоря, вот у меня, значит, есть стрелки, каждая стрелка вот в начале сидит V, и в конце сидит V со звездочкой. И сама стрелка, суть вот этот вот, этот инвариант канонический. Вот, ну, я, значит, рисую просто такие стрелки, вот такого типа. Вот, вот такого. Ну, вообще, я могу много чего нарисовать. Мне нужно столько стрелок, чтобы вот из, значит, вниз стрелки только входят, потому что внизу у меня нету внешних аргументов от V со звездочкой. Вниз только входят стрелки, да, а вверху вот в эти входят вершины, которые на верхней полуплоскости могут как входить, так и выходить. Входящие будут дифференцировать по вот этому вот аргументу, который функция, а выходящие будут спаривать, вот, значит, вот эти внешние аргументы. Ну и, собственно, вот, и, в принципе, у меня есть, таким образом, много способов, если у меня есть некоторые фиксированные там поливекторные поля, однородные, и есть несколько функций, то мне нужно просто любой граф, в котором вот из Иты, вот если у меня вот здесь вот лямбда НИ, В со звездочкой на некую симметрическую алгебру от V, вот в точке И у меня сидит, значит, вот эта вот штука. То есть тогда мне нужно написать любой граф, у которого из Иты и вершины выходит ровно Н Итых вот этих выходят стрелок, а входит любое количество. И вниз как бы стрелки могут только входить. Вот после того, что я это сделал, на каждую стрелку посадил этот канонический вариант, и все это дело спарил, то есть я элиминировал все внешние аргументы, и вообще все V со звездочкой элиминировал по ходу. У меня остается так, что в каждой точке сидит функция, и после этого я эти оставшиеся функции просто перемножаю по всем точкам, эндоцит. То есть я таким образом изготовил функцию, инвариантным образом. Утверждается, что это, в общем, единственный способ, которым я могу это дело изготовить, но только тут из симметрии накладываются вот какие-то условия. Например, мне запрещается, чтобы вот из одной точки в другую точку, то есть были двойные ребра, потому что если будет двойное ребро, то оно будет здесь как бы косо симметризоваться, а здесь симметризоваться. И это как бы приводит к тому, что это будет 0, если так вдуматься. То есть нету инварианта между λ2V со звездочкой на симметрический квадрат V, то есть нету такого спаривания какого-то. Ну, понятно, что его нет, в общем. Нет. Вот. Ну и, значит, вот. То есть, да, значит, давайте вот это я сказал как бы общую схему, а сейчас я это применю к отображению Хокшильда-Костер-Розенберга, а потом обсужу, почему это отображение, значит, не будет. То есть отображение Хокшильда-Костер-Розенберга, это как бы вот некая явная формула для вот этого изоморфизма между поливерховыми полями и комплексом Хокшильда. Вот. Обсужу, почему это не будет отображением алгебры Ли. Ну, вот. Давайте, значит, мы это сделаем. Спасибо. Спасибо. Ну да, то есть я хочу рассмотреть как бы тот случай, когда у меня одно поливекторное поле, гамма, которое принадлежит лямбда-итому В со звёздки на симметрическую алгебру В. И здесь, соответственно, у меня и функции, и точек, в которых сидят функции. Там, значит, каждый, там, F1, там какая-то, F2 и так далее. И здесь сидят эти симметрические алгебры от В. Я хочу рассмотреть вот самый простой граф, который только бывает, чтобы убить. И, наверное, в общем, в некотором роде даже единственно возможный в этой, ну, не совсем единственно возможный, потому что теоретически, возможно, ещё вот такие вот как бы графы с петлями, они ничему не противоречат. Например, вот если у меня есть векторное поле, и я теперь вот рисую вот такую вот петлю, то есть один как бы хвост, и я его таким образом. Это, значит, будет равняться дивергенции В, что по определению векторного поля, что по определению, значит, чему это равно. Но если В это сумма там F и Т на D по Dx и Т, то это будет дивергенция, будет равняться в сумме D F и Т по Dx и Т. Вот как-то так. Ну, то есть такой оператор тоже есть, но я хочу их отбросить пока. Я буду рассматривать даже ещё проще ситуацию, когда у меня вот просто вот в каждую точку вот такой вот граф линейный. То есть из этой вершины в каждую вершину напрямую входит ровно одна, значит, стрелка. Вот. И эта штука называется, соответственно, ну вот отображением Хохшида Костер-Розенберга. Потому что я могу теперь просто написать, вот то, что я раньше выше говорил, я могу написать. Значит, согласно тому, что я хочу сказать, это будет некая функция. Значит, это функция. Вот результат этого операции это функция. Теперь, значит, функция, значит, симметрическая алгебра отходит. Теперь, значит, как эта функция пишется? Ну, я должен сэлиминировать все вот эти вот внешние степени. То есть вот на каждую вот эту штуку я подставляю вот этот вот канонический вариант. Вот. Можно вот так. Кан, кан, кан. Вот. Ну и, значит, легко понять, что то, что у меня таким образом получается, получается такое, что я беру сумму по i1, iN, ну и, не, оно тут и, и, значит, и L, значит, и L, который от единицы до размерности V. Вот. Я выбираю какой-то базис, но от него ничего не будет зависеть, потому что мы, то есть я выбираю базис, там, я не знаю, там, X1, там, X, N, V, V, С, герундочка, я не знаю. Ну, просто от этого базиса в результате ничего не будет зависеть, потому что я вот использую только инвариантные вещи, да, то есть я могу любой базис выбрать реально. И потом взять двойственный базис. Вот. Ну вот я тут, значит, пишу, что я должен взять гамму от D, X, I1, то есть спаять ее вот с этими дифференциалами, да, и N, а тут я должен написать D по D, X1, F1 умножить на D по D, X, I1, только, да, I1, I, A, X, I1, F1, да, D по D, X, I2, F2, D, F, L, по D, тут их L всего, значит, L функций, тоже такое же количество L, как вот здесь хвостов, вот, по D, X, I, L. Ну вот, то есть вот это вот у меня после того, что я спаял, точнее, это тоже некая функция, вот это тоже некие функции, я должен, значит, это все просуммировать. Ну, тут я, значит, хочу сделать такое, я хочу это все еще умножить на, поделить, точнее, на L факториал, и таким образом у меня получается отображение из поливекторных полей вот от этого там V со звездочкой, то есть вот это просто, и так они обозначаются, собственно, и есть внешняя степень V со звездочкой на симметрическую алгебру V, вот комплекс Хокшильда от этой симметрической алгебры V со звездочкой, да, то есть симметрическая алгебра от V, извиняюсь. Вот, ну, значит, я хочу проверить, что это действительно отображение комплексов. Тут у меня дифференциал равен нулю, значит, в принципе, я могу ожидать, потому что мы с помощью резольвента там делали, я могу ожидать, что это будет квас-изоморфизм, если это отображение комплекса, потому что когмологии тут должны быть именно такие. Ну, в общем, смысл в том, что давайте я сначала просто покажу, что это, значит, действительно к-цикл, вот. То, что он не равен нулю никогда, но это, на самом деле, как-то можно проверить. То есть можно показать, на самом деле, то есть то, что надо показать.